Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы расскажем, как при помощи серии фотографий превратить фотографии в 3d объект. Поможет нам в этом программа 3dR Zephyr. Нажимаем новый проект, далее нажимаем next и здесь выберем нашу серию фотографий. Выбираем в какой папке мы их будем размещать и вот у нас разных ракурсов сфотографирован камень. Мы выделяем и загружаем нашу серию фотоснимков. Далее идет обработка, мы вставим автокалибрацию, нажимаем ok и нажимаем кнопку next. Далее здесь закладки можно выбрать предмет это, либо это местность какая-то или съемка с дрона, а вот дома, человеческое тело. Мы выбираем главную, вот с такой вот кастрюлькой. Здесь выбираем deep и нажимаем кнопку next. У нас пошел процесс, запускаем run и вот у нас пошел процесс подготовки нашей 3d модели из серии фотоснимков. Процесс этот называется фотограмметрия, про него можно много прочитать в интернете, я вам не буду сейчас рассказывать в данном видео уроке, может быть чуть попозже. Все фотографии у нас удачно скомпилировались и вот мы видим синеньким вот у нас камеры, откуда у нас была произведена фотосъемка и наш объект. Но как-то пока не очень сейчас мы дальше будем кладывать над ним. Здесь нажимаем кнопочку next, с 19 вот камер и дальше опять нажимаем next и здесь опять нажимаем run. У нас пошел процесс, процесс занимает достаточно долго, я его чуть-чуть сократил на этом видео и напомню, что мы загрузили серию фотографий и из этой серии фотографии пытаемся сделать 3d объект. Процесс называется фотограмметрия, даже наверное не процесс, а наука построения 3d объектов по фотографии. И вот мы уже видим у нас достаточно хорошо проработался наш камень и превратился из серии фотографий в 3d объект. Вот мы можем покрутить с любой стороны, зумировать его, хоть слева, хоть справа. Но тень естественно у нас здесь уже как картинка, то есть это не изменяется тень от источника света. Но если снимать допустим в пасмурную погоду, то все будет прекрасно. Далее сделаем текстуры, нажимаем все то же самое, выбираем высокое разрешение, нажимаем run. Опять у нас пошел процесс, процесс зависит от скорости работы вашего процессора, но в каких-то случаях достаточно долго все это происходит. Все процесс у нас получился, нажимаем finish и вот уже с текстурами опять наш камень с более качественным уже наложением текстур. Вот как вы видели на видео не отличить, что это съемка как будто бы с видеокамера. На самом деле это серия фотографий и всего лишь 3d сделанный по серии фотографий 3d объект. Вон у нас и мох на камне. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся с вами уже в следующем видео. Спасибо за просмотр.